Всем привет, с вами Саббендер, и сегодня речь пойдёт об актуальности такого пистолета, как Дезертигл. Мне он выпал новогодний из этой коробки, рандомной. Вот вы можете видеть его характеристики на экране. А вот характеристики обычного дегла. Конечно, вы можете попытаться найти отличия, но что-то в них особо разницы я не наблюдаю. Хорошая шишка, но скажу вам сразу, к этому пистолету я отношусь негативно. Я, наверное, может быть, с месяца октября хотел записать видео о актуальности этого пистолета на нынешних пабликах. Даже пробовал, но что-то у меня руки не доходили. И если вы смотрите это видео, то значит руки у меня всё-таки до него дошли. И если говорить о моих ощущениях с этим стволом, то он мне не нравится. Конечно, про внешний вид, даже вот у обычной версии, не новогодней, я ничего не могу сказать. Про золотую же версию могу сказать так, какая-то она уж слишком пафосная. И для коллекционеров. А я коллекционером не являюсь, поэтому мне он нахрен не нужен с его символическим одним патроном. Плюс у него хреновая точность от бедра. И при быстром прокликивании уж слишком у него задирает ствол. Поэтому я считаю этот пистолет неюзабельным. И если в 2012-2013 году он тащил на пабликах, то его эпоха закончилась в тот момент, когда пофиксили штык на пистолет. То есть, для того, чтобы увидеться штыка, нужно два удара. Именно в этот момент закончилась эпоха Диггла. И, скажу вам так, Диггл это, пожалуй, было первое вообще коробочное оружие, которое я выбил на Сапи Бендере. Причем, с пяти коробок мне выпало их сразу два. Это было на квадратике или еще на каком-то звании, на котором я уже не помню. Также помню, когда я играл на сервере Браво, еще до того, как нам завезли сервер в Чарли в игру, я скрутил на него 60 тысяч. И получилось так, что я опнул звание. У меня вроде было два ромбика и две полоски, а стало два ромбика и три полоски. Но его я там так и не выбил, всех 60 тысяч, но потом позже все-таки выбил. Но, после того, как я его выбил, я в нем немного разочаровался. Мне уже на тот момент он не очень нравился. И единственная идея, где я его могу порекомендовать использовать, так это на ПВЕ, на спецоперациях и на режиме ликвидации. Именно там я его и набивал. Почему же я рекомендую именно там использовать? Ну, во-первых, один и пятикратный прицел можно поставить. Кстати, может возникнуть вопрос, почему я играю без прицелов. На этот вопрос есть довольно простой ответ. После долгих поисков своего пистолета в игре, и после того, как мне не выпал зигзаур звук заходов там, в общей сумме с пяти тысяч кредитов, я решил остановить свой выбор на пистолете Ярыгина на Граче. Мне с ним из нынешних пистолетов комфортнее всего играть. При том, что я не знаю, сколько я с него убил. Есть ли с него у меня вообще настрельных тысяча фрагов. Но, именно с Грачом я себя чувствую максимально комфортно. А так как там отсутствует прицел, и я уже привык так стрелять, то... И на остальные пистолеты я не ставлю прицелы. К тому же там из прицелов не так уж и много выборов. Конечно, да. На Сигсауэре я прицелы рекомендую ставить. Он довольно комфортный. Если же говорить про остальные прицелы, то, например, квадратный прицел... Точнее, не квадратный, а в виде буквы П. Мне эстетически на пистолет не нравится. И визуально эта хреновина смотрится именно как хрень. Один на пятикратный прицел занимает слишком много места на экране. А один на двухкратный прицел на дальних дистанциях не особо постреляешь. Ну и мне просто неудобно с ним играть. Я уже говорил про то, что эпоха дегла закончилась. И я не рекомендую брать его на режим ПВП. Конечно, можно взять его погонять, но... Это так, чисто по фану. Следует учитывать, что вы не всегда будете нагибать и играть на свою стату. В зависимости от того, как там в комнате обстоит дело с донатом. Мне повезло, и в этой катке сиксауэров не оказалось. Конечно, если против вас будут нубы с сиксауэрами, то... Можно еще что-то порешать. Вы посмотрите, как у него ствол дергается. Это вообще просто-напросто кошмар. Ствол ужасный. И играть с ним не доставляет никакого удовольствия. Лол. Три или четыре пули всадил я в этого чувака с красным пингом. А урон, скажем так, ну, прошел не очень хорошо. И даже вот если выбирать из таких пистолетов, у которых маленькие... Обойма. Так, обойма маленькая и... Большой дамаг. Это за варбаксы два таких пистолета. Которые навсегда приобретаются. Это... Короче говоря, Кольт Питон и Диггл. То вот даже по достатью, если учесть, что Кольт приобретается просто навсегда, а Диггл выбирается из коробок удачи, то я выбрал бы именно Кольт. С него, если попадешь, то у вражины будет снята вся броня и останется пару миллиметров хп. Так что с ним играть, на мой взгляд, удобнее. Я его порой тоже иногда беру, чтобы по фану погонять. И некоторые чуваки очень удивляются. Почему их убивают с Кольта так просто? Это при том, что они сами с Кольтом не играли никогда. Ну а если же говорить о выборе... Ну, если убрать Сиг Сауэр... И говорить о выборе, чтобы я выбрал за кредиты, так это... Мотебу. Я делал по ней с ней видео. Какая-то нагиб машина. То есть с ней можно отыгрывать похлеще, чем с любым Сиг Сауэром. Плюс у этого пистолета... Кошмарная точность от бедра... 6 единиц. Ну а так как у пистолета основная... Процент стрельбы от бедра, то... Данный пистолет является не очень хорошим. Ну и осталось не так много времени. И следует подвести какой-то итог. Но итогом я могу сказать так. Диггл это довольно специфичное оружие. И не у каждого с ним получится играть. Я рекомендую его на режиме ПВЕ. На ПВП же можно брать, конечно, по фану. Просто погонять. Поностальгировать. Но... Как оружие абсолютного нагиба... Оно под эту роль не годится. Ну... Если вы со мной согласны, то... Поставьте палец вверх. Если вы со мной не согласны, то поставьте палец вниз. Так я буду знать. Согласна ли со мной публика, которая меня смотрит. Если вы еще не подписаны на мой канал, то... Подпишитесь. Ну а на этом я заканчиваю. Всем спасибо. Всем пока.